Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. У меня какая-то странная проблема. Не могу долго жить рядом с людьми, которых любили в неважных родственников, друзья или любимые. Может, через пару недель они меня раздражают. Я или держу у себя, чтобы не треснуть кого-нибудь за столом. Хотя все едят закрытым ртом. Или ночью могу чуть ли не с топором бежать на охрану. Я понимаю, что это не нормально. Я гостями адаптуал и живу в наушниках. Не хочу никого обижать. Но что же мне все-таки делать? Спасибо. Если говорить о том, что вам делать, то лучше всего пойти на психотерапию. Это самый лучший верный способ вам помочь. По крайней мере, на мой взгляд. Да? Вот. Потому что я бы не сказал, что ваша проблема решается советами. Да? Вот. Ну, то есть, вообще-то говоря, решить советами ваши проблемы невозможно. Потому что это у вас в сути всему происходит не первый день. Вот. Возможно, даже не первый год. И, соответственно, ну, коль вас это беспокоит, да, то вот нужно, конечно, конечно, исследовать этот аспект. И, соответственно, уже смотреть, в какую сторону нам двигаться. Значит, вы говорите, что вас раздражают те, кого вы любите. А чем они вас раздражают? То есть, как это раздражение, вот, проявляется, да? Все. Оно проявляется, в общем, оно выражается, вот. Давайте попробуем, ну, попробуем как-то в этом разобраться, да? Вот. И чтобы вам было, ну, может быть, немного понятнее. Как конкретно проявляется то, что вас раздражают близкие люди? Все. То есть, вы считаете, что вы должны, вы ставите этих людей выше себя. Или как-то. То есть, в общем, проявляется их, вот, раздражение вас. Вы же этого не описываете. Вы описываете только агрессию свою. Вы описываете, что вам хочется, там, значит, ну, человека ударить, да? Будете с топором на храп и прочее, прочее, прочее. Такое ощущение, что вы чувствуете себя должным. Такое ощущение, что вы не чувствуете себя на равных с этими, ну, вот, с этими людьми. Такое у меня ощущение, ощущение возникает, по крайней мере. Исходя из того, что вы описываете. И если это правда, то само собой это нужно исследовать. Само собой на это нужно обратить внимание. Как я ощущаю себя рядом с этими людьми. Вот. Как я себя, ну, как я себя с ними чувствовал. Вот. И уже обталкиваясь. Об этого, да, вы могли бы для себя что-то увидеть. Вот. Ну, вы могли бы увидеть для себя какой-то выход. Вероятно, вы могли бы для себя увидеть какую-то возможность, и вы могли бы увидеть для себя то, что делать дальше. Что вообще-то опирается на то, что вы хотите делать дальше. Вот. Например, если вы не чувствуете себя свободным. Да, ну, вот. Допустим, такой вариант. Что вот, ну, вот, ну, вот не чувствуете себя свободным. Ну, то есть вот, если вы себя не чувствуете свободным, то почему? Что мешают почувствовать себя свободным. Как, как они мешают вам почувствовать себя свободным. Как-то они, вот, влияют на вас. Давят. Или что-то еще. Что-то мне кажется, довольно важно. Довольно важным аспектом. Довольно важным аспектом. Мне это кажется. Потому что вы, в первую очередь, здесь не замечаете своих собственных ощущений. Вот. Но при этом не забываете и довольно легко себя обвиняете в том, что вот вы можете этим не жить. А еще одним моментом, на мой взгляд, довольно важным, является то, что между вами и этими людьми общего, с которыми вы живете, на что-то общее. Ну, наверное, да. Должно быть. Должно быть. И вот, собственно, вопрос. А, что это? Ну, то есть, вот. Что вас с людьми-то объединят, вообще говоря? Было бы неплохо, согласитесь с этим разобраться. То ведь, может быть, такая неприятная штука, что с людьми у вас все общего-то ничего, не особо много чего. Вот. То, что вы... Что-то вас объединяет, это быть... Ну, например. Ну, например, быть. Этого мало для того, чтобы находиться в отношениях. А если ничего интересного для вас в отношениях нет, то, естественно, вы будете обращать внимание только на факторы, которые вас раздражают, которые вам не нравятся. Что выглядит вполне логично, на мой взгляд. А на вас. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен и интересен вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.